приветствую вас друзья вышел патч 128 в этом видео поговорим с вами про ребаланс который произошел у нас в этом патче на всех танках которые потрогали я понемногу поиграл в этом видео выскажу свое мнение согласен я с ребалансами не согласен и что из себя представляют танчики на мой лично взгляд итак начнем по порядку как на сайте тут тачки записаны т-54 1 образец ему улучшили стабилизацию на 30 процентов от движения поворота ходовой а также от поворота башни на 17 перезарядку улучшили на полсекунды получилось 7,5 пробить основным снарядом было 190 стала 210 это нас б башка а также специальный снаряд был 247 стал 260 орудие у танка было чрезмерно слабое теперь более-менее актуальное пробитие стала и хорошая нормальная такая стабилизация но я бы не сказал что пробитие прям какое-то феноменальное до каких-нибудь пробить и там 240 как у пилота или какого-нибудь там револьвера здесь такого пробития близко нет когда я только начинал играть появлялись стежки с пробитием 212 это была какая-то прям цифра эталонная которая прям должна быть у среднего танка сейчас уже прошло лет десять и мы получаем на этом танке пробить и 210 то есть на то время когда я начинал играть лет десять назад даже на то время это пробитие не дотягивает до какого-то там значение которое считается прям четким это просто вот обычное пробитие не выдающиеся и пробитие специальным снарядом 260 в принципе уже на что-то похоже но опять же не рекордная я на танчики поиграл мне он принципе понравился играть интересно прикольно даже на бэбэшках за несколько боев я среду ху-2 500 отбил если бы еще и специальными снарядами стрелял наверное было бы вообще хорошо мне танчик понравился стрельба стала реально комфортной я бы не сказал что танчик мега супер там имба может на алде можно там что-то хорошее настрелять но на бэбэшках обычный нормальный танк следующая к в 4к ттс улучшили стабилизацию от движения поворота корпуса на 23 процента от поворота орудия на 17 процентов сведения сделали 2 и 2 и улучшили обзор на 20 метров получилось 370 метров что хочу сказать про этот танк в принципе он неплохо реализовывает дпм если позволяет ситуация в бою карта не слишком большая ехать недалеко много толстеньких танчиков которые перед вами стоят и дают себя по расстреливать что в принципе вы на фоне и видите как я расстреливаю эти самые легендарные g5 которые по-прежнему нас будут в патче 128 поскольку задачи в этом патче который выполняется только на g5 у нас по-прежнему активны к сожалению но к счастью на кого 4к ттс я удачно их расстреливаю они меня особо не пробивают в остальных ситуациях это танчик ужасен через рельеф на нем не поиграешь ехать вдаль на нем не успеешь доехать бой закончится в общем танчик не универсальный под многие карты не подходит под многие ситуации в бою не подходит но иногда случаются ситуации когда ты реализовываешь дпм танчик стал немножко комфортней но глобально он не изменился хорошо что ему добавили немного обзора чаще будет видеть когда в него стреляют с кустов поскольку он грубо говоря как тяж играется иногда не видит кто в него стреляет это грустно сведения тоже хорошо что добавили поскольку дпм еще попробуй реализуй когда и стабилизации сведения было так себе но иногда случаются бои в которых этот танчик пробивает как решето поскольку броня ну не особо выдающаяся вот против фугасов она нормальная против каких-нибудь девяток или десяток и даже без голды на этом танке играть уже не охота в топе против фугасниц самое то может быть в этом патче пока фугасниц много можно их поразваливать это если они зарядят специальные снаряды и будут пробивать то тоже будет больно в общем этот танчик мне не так сильно нравится как даже т-54 первый образец но с трудом можно иногда дождаться тот самый приятный бой который под этот танк подходит но мне этот танчик в основном не нравится поскольку редко такое случается следующий танчик м46 по танк р улучшили стабилизацию движение порода ходовой на 17 процентов улучшили перезарядку было семь целых четыре десятых стала шесть целых четыре десятых на одну секунду сведения было 2 и 2 сделали 1 и 9 обзор был 390 получился 400 также пробития базовым снарядом было 192 каких-то смешных стало 216 вот эти 216 бы первому образцу и было бы хорошо но мы получаем здесь упад нкр специальным снарядом тут 243 стала 260 что хочу сказать про этот танчик мне он не понравился вообще да хорошая стабилизация и точность орудия там опускается все прикольно но есть одна такая проблема я вот на нем поиграл и у меня снаряд в середину прицелов вообще не летит я вот специально стреляю 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 в одно место а снаряд летит выше ниже выше ниже выше ниже а в середину вообще не бывает так и альфа малюсенькая особо как-то не впечатляет и броня какая-то грустненькая тут особо ее нет тот же самый первый образец он хотя бы невысокий и броня какая-никакая есть моначу от бортика поиграть или в рельефе как спрятаться а это огромная баржа у которой снаряд в середину не летит в нынешнем дурдоме на таком что-то играть неохота мне танк вообще не зашел в 2000 там каких-то 13-15 я на этом танке взял три отметки и я радовался что танчик стабилизированный приятное орудие но сейчас я не знаю как там что-то выцеливать или пробивать если снаряд всегда в краю прицела может быть в топе если враги будут подставляться я буду просто стоять стрелять тогда да но здесь нечего особо-то играть что-то мне вот прям вообще не зашло такое ощущение что сюда хочется альфу какую-нибудь там 320 и тогда я скажу да но вот этими вот царапинками стрелять на таком танке прям как-то нет следующий танчик у нас это йох м5 вай орудие у нас понерфили когда было 7 и 3 сделали почти 8 795 также пробитие специальным снарядом было 330 сделали 320 базовым 2074 было сделали 268 максимальная скорость движения вперед изменилась 50 на 45 в принципе что я могу сказать вот я сыграл на йохе я вообще не заметил изменений это йох который несется с огромной скоростью и с огромным дпм расстреливает голдой врагов все через рельефы просто все изничтожает и по всей карте успевает везде доехать чуть ли не быстрее средних танков на мой взгляд что-то не то тут на балансе ли и это не тяжелый танк это какой-то мутант я считаю что йох в прямых руках по-прежнему сильный и для разнообразия его можно качнуть если хотите я прям какого-то сильного нерфа тут вообще не заметил да он конечно станет чуть хуже из-за того что там какие-то циферки по отрезались но в целом это просто монстр какой-то может быть разработчики планировали его просто чуть-чуть приспустить но полностью не убить если такой план был то он получился если они его хотели сильно спустить то вообще нет дальше у нас фсв схема а сыграл я на этом танчики мне этот танк теперь не нравится вообще точность было 033 сделали 037 так еще и сведение было 18 а сделали аж целых две целых три десятых это чё за уничтожение пушки но вы либо точность уменьшите либо сведение сразу и то и другое тогда хотя бы у венов добавьте орудия же вниз всего лишь на 5 опускается это такой вот высоковатый колесник без у венов и теперь с очень коревой пушкой которая попадает просто от выбора когда повезет мне танк вообще теперь не нравится я нереально кайфовал когда на нем играл до нерфа сейчас я на нем скатался это просто жуть это абсолютно бумажный танчик без нормальных у венов с очень кривой пушкой и я теперь вообще не знаю а нахрена нужен это просто помойка теперь следующая концепт номер 5 стабилизацию по нерфе ли от движения порота ходовой на 10 процентов точность было 031 стала 032 перезарядка была 9 и 6 сделали 10 целых одна десятая то есть на полсекунды понерфили сведения был 18 сделали 1 и 9 казалось бы немножко под нерфили пушку везде но нет я реально заметил что пушка стала более вялая нету той вот жесткости хлесткости которая была прям нереально она выдавала тычку там чуть ли не в сальтухе стреляешь и все с кайфом сейчас немножко есть такое ощущение что пушка какая-то вот под затупленная стала поскольку везде вот чуть-чуть под нерфили циферки и в стабилизации в точности в сведении я на этом танке последнее время играл очень много и я заметил что после этого нерфа орудие стала немножко корявенькая но танк все равно сильный все равно цифры выдает нереальные стоит все равно качать и играть жаль конечно что даже такой нерф его затронул поскольку я думал я вообще ничего не замечу но к сожалению заметил что пушка стала более вялая возможно если этот танк не нравился мне так сильно я бы так не разочаровывался но чуть-чуть под нерфили и ладно немного на ходу стрелять то это заметно если полностью свестись то в целом нормально все в порядке дальше переходим к супер коню на супер коне я уже вам делал как-то видос честно говоря я вообще разницы никакой не вижу если ты не играешь позиционку долгую душную на фулл голде где вы там стяжами бодаетесь только там можно заметить что лючок чаще пробивается больше вообще незаметно ничего ну да чуть дольше перезарядка но не суть в целом это тот же самый супер конь с удобной приятной пушкой где ты от рельефа хорошо играешь или надо немного танкуешь бортом танчик все равно мне нравится танчик все равно классный такое ощущение что вот в некоторых боях ничего не изменилось с этим танком абсолютно польский cs-59 и cs-53 я честно говоря не катал и я их не катал до а по и после а по я не знаю как и с чем их сравнивать поскольку я ни разу на этих танках вообще в жизни не играл я cs-63 открыл то ли за чертежи то ли за шо и я вообще в этой ветке ни разу не играл поэтому я честно говоря не знаю я может быть как-нибудь зайду на пресс-аккаунт из на этих танчиках прокачусь чисто утолить свое любопытство чтобы узнать эти танки как себя чувствуют слабенькие сильные или что она вообще такое но пока что я без понятия ну и переходим к итальянцам здесь у нас всю ветку от семерки до десятки рина черон ты изменили эту ветку я вручную сам качал поэтому все танчики в принципе проходные нормальные семерка и восьмерка мне в принципе даже понравились особенно восьмерка девятка не очень но ирина черон то такое себе было сейчас я немного поиграл там десяток боев на рина черон ты вот ему добавили 6 снарядов просто в боекомплект некоторые думают барабан сделали на 6 снарядов нет боезапас изменен с 33 до 39 снаряда больше стало все также добавили еще 300 хп стала 2 300 очень сильно улучшили перезарядку первый снаряд заряжался 20 секунд теперь 17 это на 3 секунды улучшения второй снаряд был 17 секунд стал 15 7 это улучшение на 1 и 3 секунды и последний снаряд был 15 и 7 стал 14 перезарядка нереально выросла и прям более-менее успеваешь что-то там по заряжать пострелять цифры вроде какие-то набиваются альфа огромная барабан там перезарядка пробитие точность сведения все классное но я что-то вообще никакого удовольствия от этого танка не получаю стабилизация настолько мерзкая мне прям вообще неприятно с него стрелять мне такое вообще не нравится ненавижу танки с плохой стабилизации и причем тут как-то вроде даже сводишься целишься она все равно как-то вот летит очень неприятно этими подкалиберами как-то но вот не знаю мне прям вообще не нравится до пробиваешь вылетает 500 заряжаешь 4 секунды следующий снаряд барабане когда между выстрелами опять стреляешь там еще 500 вроде уже 1000 потом пару раз мимо потом опять заряжаешься долго барабан потом еще вот это в барабане пипикалка дебилоидное я вообще не понимаю зачем она нужна броня какая-то вроде она и есть а вроде ее и нет иногда вражеским тяжам везет пробить и вылетает чуть побольше из-за вбр они прям в лоб башни пробивают иногда в этот треугольник на пушке попадают сверху там этот рог какой-то торчит то вообще брони нет короче от какой-то такой геймплей на нем душный вроде что-то настало набиваться но блин так мне не нравится на нем стабилизация что-то прям вообще не мое мне даже понерфленный супер конь нравится больше на нем так приятно комфортно стрелять и на рельефе играть а на этой баржи на рина черон то что-то вот как-то ну вообще не мое есть огромное количество танков которые прям я кайфую от их стрельбы это явно не тот танчик так вот мы посмотрели в принципе все ребалансы с некоторыми ребалансами согласен но чё так как будто бы половина ребаланса вообще не в попад как-то она как-то все скомканно и после этих всех ребалансов у меня особо то и нет что как-то там баланс сильно улучшился просто зачем-то циферки посовывали да ну надо было апнуть некоторые прям танки слабые апнули некоторые из них стали приятными а вот по танк р ну это просто ужас какой-то да надо было апнуть ирина черон то но есть танки гораздо слабее на десятом уровне их вообще не трогают уже многие годы и сам рина черон то вроде апнули но он какой-то как был мерзкий так лично для меня он и остался неприятный что касаемо ехал и концептов пятых вроде что-то потрогали на не как сильные были так и есть вот такие вот ребалансы пишите в комментариях свое мнение что вы об этом думаете мне кажется что такие беспонтовые ребалансы можно делать не раз в патч чуть ли не каждый вечер поскольку вот эти вот сование циферок мне вообще не кажется чем-то серьезным или великим или значимым это какая-то вообще туфта прям там целый тест с тремя итерациями тестировали что-то тестировали а на выхлопе мы имеем что-то такое вот скомканное и все напишите в комментариях есть у нас движение к балансу или нет с вами был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи